здорово сегодня будет рассказ про слив люка как я переделал заводской слив смотрим так вот наш люк так сказать идет засвечивать еще утро вот слив задний левый слив задний правый это типа идут родные какие-то хомуты были стяжки они короче нифига что-то не держит я поставил хомуты затянул также силиконом промазал то же самое здесь и на всех также четырех слив вот эти шланги оставил родные снизу конечно срезал потому что там там спереди слева был треснуть справа так сказать он забить сильно был слева он сгнил ваще ну я не знаю как он может был сгнить весь тресканный было там прочее за это все вправо не отрезал единственно право родной сейчас видите как его длина родного будет так получается вот передний левый слив он идет по стойке здесь стойки право там стойки потом родные идут вот он задний левый получается у меня сейчас заходит сюда а по а у кого еще завода то вот отверстие и он проходит вот здесь внутри и также в порог стекает давайте начнем с зада вот короче мог я кинуть конечно тут но потом я либо ли врезал бы дырку в пластмасске который под колонку либо бы колонка потом не влезла поэтому решил я аккуратно делать вон там отверстие получается ведь сразу вниз уходит так что стек будет ништяк сразу будет стекать думаю простой нигде не будет не так сильно греть заставится порезал обработал и железо я обесшумкой сделал чтобы еще нигде там порезав ничего не было то же самое сделал и здесь также провел здесь с другой стороны чуть так сказать подальше то же самое металл я задел чтобы не было порезов отсюда и вот сюда получается с этой стороны сейчас увидите кто-то делает много вариантов кто-то делает прям слив не режет ничего не добавляет шланг берет вот так вот так его пускает и вот сюда прям задний так сказать где колесо заднюю арку сюда режет один знакомый сделал отсюда я тоже сюда хотел сделать вот здесь пропустить прорезать здесь чтобы он вышел вот в это отверстие и и вот в это отверстие таскать пустить потому что ну они все они для чего тут но потом подумал могут обшивки но нормальный стать и когда больше газ будет видно а так видно там не будет сейчас давайте теперь посмотрим как впереди спереди сделал так вот эту ежу поставьте по шумку купил переходник 4 таких переходника вот сейчас увидите как в самом начале какой был комплект чтобы сделать все это мог кинуть родной но сейчас покажу почему родной не стал выпускать на улице то же самое и с правой стороны так вот получается у меня передняя ой задний правый слив вот это отверстие которое прорезал и и вот сюда шланг заходит во внутреннюю стойку вот он зашел вовнутрь прошелся вот это это так сказать родная длина шланга это единственно который не резал и сделал слив я вот сюда тут и прорезал аккуратно вот снизу получается вот тоже на хомуты переходник два хомута и силипан и сделал выхват вот сюда вентиляцию в багажнику вот он вот он получается потом перед тем как буду все ставить посту его длиной куда лучше будут таскать приделать хомуты купил посажу и будет держаться хорошо это пока не буду то же самое с левой стороны вот тут прорезал также внутрь запустил также в этой прорезал и также на улицу вышел он видит можно сразу видим сразу так сказать накатом вниз идет здесь тоже самое есть еще один вариант который очень тоже многие делают они берут шланги смотрите кидают их вот так же как я там проделал дырку кидают их вот здесь заводит их вот во внутренний так сказать я наш багажник проводят вот сюда да где замок багажника идет и смотрите тут снизу есть вот такие за и потаскать пластмассовые заклепки их убирают и шланг получается вот сюда один здесь один здесь почему они так стал делать не стал слава водить слишком таскать длинный слив и вот здесь прямая так сказать будет может быть застой воды сейчас давайте глянем спереди где вот получается передний слив перед правая сторона мог вывести сюда прошел сборез резинку и все вы как раз сказать стекала на крыло нанести а так я проделал здесь дырку здесь поставил хомут еще не до конца оттянут там вещи затяну и вот так где-то будет почему не поставил родной потому что при изгибе родной сгибался вообще так сказать там сразу там все забилось бы все а тут вот а тут у этого шланга таскать отверстие еще нормально не не загибается сильно и вот так выглядит вот получается передняя водическая сторона все тоже самое на хомут вот здесь и тут покороче потом еще вторых мы поставили будет нормально также все как просверлил кислотником грунтом и гравитексом есть и потом чтоб вообще ничего не попадало этим герметиком промажут здесь полностью здесь и где хомут так что вот такие дела так что вот так я провел люки смотрите и говорить верно-неверно показал несколько вариантов которые могут быть также полезны кому как удобно тот так ставит до скорого а и Продолжение следует...